Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Снова возвращаемся на финансовые рынки и следим за той ситуацией, фундаментальной картиной, которая сейчас для него характерна. Предлагаю уделить немного вашего времени с утра, чтобы посмотреть на основную статистику прошлого дня и, собственно, еще раз пробежаться по нашим ориентирам, по ключевым валютным парам. Начнем мы традиционно с динамики черного золота, в частности, с бренда, с которого открываем каждую торговую сессию. В частности, бренд закрытия прошлого дня на отметке 49.25, сейчас актив торгуется на уровне 49.0. Видим то, что так же оптимистично, как мы начали вчерашний брифинг сегодня, мы не можем этого сделать, поскольку есть коррекционный откат и, соответственно, есть восходящий импульс актива и, вроде бы как, претензии, снова намеки на то, что бренд может подобраться к полтиннику ровно. Если оценить фундаментальную картину вчерашней торговой сессии, ничего интересного, собственно, для рынка нефти не произошло, но разве что можно выделить отчет по запасам в США по версии API. Частная оценка, в частности, запасы резко снизились на 6.7 миллиона против прошлого снижения на 3.8. Хотелось бы нам говорить о том, что трейдеры, наконец-таки, стали осознавать сезонность проявления подобной статистики и ее не дисконтируют в стоимость, но, к сожалению, пока это не так. Если бренд вчера неплохо подрос и основной рост пришелся, в том числе, на качестве резонанса на эту статистику, значит, мы делаем вывод о том, что этот отчет по-прежнему является определяющим. Плюс ко всему, у нас сегодня еще и официальная статистика, в частности, 18.00, выводим запасы нефти от Минэнерго США. По версии агентства ПЛАЦ, есть вероятность увидеть снова снижение примерно на 3 миллиона баррелей за прошлую неделю. И если трейдеры снова предпочтут заложить в основу роста этот фундамент, тогда мы сегодня сможем закрыть бренд, к сожалению, с очередным восходящим импульсом, может быть, даже выше 50 долларов за баррель. Но пока давайте о плохом не говорить. Я все-таки надеюсь на то, что тот коррекционный посыл, который был обозначен в динамике нефти, вот несколько дней назад, это не просто так. И это, в том числе, связано с тем, что трейдеры стараются уже более не игнорировать тот негатив, который имеет место быть по факту случившегося Брекзита, выхода Англии из состава ЕС. Мы видим то, что многие регуляторы уже сейчас стали проявлять решительность, анонсируя новые меры экономического стимулирования, поскольку, собственно, риски глобальные для мировой экономики и для отдельных регионов, о которых мы с вами говорили, они уже сказываются в экономическом росте этих стран. И регуляторы стараются действовать на опережение, чтобы, если не разогнать экономическое восстановление, то, по крайней мере, не поспособствовать тому, точнее, сдержать коррекционный импульс и факт возможной рецессии. В любом случае, мы дальше следим за общим спросом в отношении рисковых инструментов. Я думаю, что вы прекрасно могли заметить, как сегодня на азиатской торговой сессии мы снова видим спрос на японскую валюту и распродажи американцев. Может быть, далее в ходе торговой сессии, опять же, неприятие риска будет характерно и для, собственно, прочих рисковых инструментов, к которым традиционно относятся и нефть. Я надеюсь, что медведи все-таки снова дадут о себе знать и смогут вернуть бренд хотя бы в район ближайшей поддержки 48,50, может быть, 48 долларов за баррель. Потому что нам в любом случае нужно преодолеть этот рубеж, чтобы сходить еще ниже. Российская валюта против доллара. 64,26 актуальные котировки. Новостного интересного фона пока что нет. Мы видим то, что рубль держится. И учитывая то, что когда мы наблюдали серьезное ослабление нефти, рубль особо не девальвировался. И вот сейчас пошло снова восстановление по бренду, рубль также стоит на месте. Как будто бы предчувствует то, что вот эта коррекция, которую мы периодически день ото дня наблюдаем по нефти, она вряд ли продлится долго. Но я также не хочу настраивать вас на то, что рубль получит в ближайшее время, либо уже получил какие-то равновесные значения, за которые будет бороться. И рубль сможет претендовать на пробой поддержки против доллара 63, движение в районе 62, поскольку сейчас это крайне маловероятно. Ну да, если бренд улетит до 55 долларов за баррель, тогда у рубля появится шанс закрепиться ниже 62. Но с учетом новостной актуальной картины я не представляю, насколько интересным должен быть риск для инвесторов, чтобы сейчас вот так вот все стали оголтело покупать этот инструмент. Поэтому консолидация по бренду у нас продолжается, довольно узкий диапазон хода, учитывая последнюю динамику. И я надеюсь, что в ближайшие дни мы все-таки увидим пробой бренда и, соответственно, получим причину для слабости российской валюты против основных конкурентов доллара и европейца. Ближайшая цель – это возвращение выше 66 рублей за доллар. Европейская валюта против американца. Актуальные котировки 1,1084. Здесь также консолидация в узком диапазоне 1,1050-1,111. Мы следим за статистикой не только европейского происхождения, следим за действиями регуляторов, за рыночными настроениями. Пытаемся прогнозировать и анализировать дальнейшие действия и шаги. И в целом весь тот анализ, который мы проводим, дает четкое представление о том, что трейдеры явно опасаются, чтобы тащить евро выше 1,1100-1,1150, уж тем более к отметке 1,1200, говоря уже о более высоких значениях. Поскольку сейчас есть куда больше оснований верить в слабость и смещение этого актива против доллара в район поддержки 1,10. Способствует этому в целом ситуация, которая была связана с выходом англии из состава Европейского Союза. И на текущий момент этот новостной фонд остается главным фундаментальным катализатором потенциально негативного отношения к рисковым инструментам, к которым относится и евро. Вчера вышел отчет по производственным заказам Германии. В целом статистика оказалась лучше прошлого месяца, но нулевой прирост, вы понимаете, что это ерунда. На таких уровнях, с учетом отсутствия явного прогресса, мы не можем поставить на то, что производственный сектор Германии получит импульс для восстановления. Это не так. И реагируя на последствия потенциального распада дальнейшего Европейского Союза, я думаю, что статистика будет становиться все хуже и хуже. И она будет реагировать, опять же, на те угрозы, которые идут извне, на неясность торгово-партнерских связей, на действия регулятора, возможно, даже снижение рейтинга, почему бы и нет в очередной раз. И слабая статистика, она только будет усиливать это давление, которое проявит себя в оснижении европейской валюты. Поэтому для среднедолгосрочных трейдеров, я думаю, что вы уже и без моих рекомендаций прекрасно понимаете, то, что евро вошло в фазу коррекции, которая, возможно, становится не раньше пробития поддержки на отметке 1.05. Про торговку, она будет наблюдаться на рынке, это само собой, разумеется, поскольку любой актив не может без каких-либо коррекций двигаться в одном направлении. Но мы все равно должны быть уверены в том, что сейчас идет хороший, собственно, коррекционный долгосрочный тренд. И для тех, кто еще раздумывает, как раз хорошая возможность, чтобы все-таки принимать решения и уже активничать по трейдингу пары евро-доллар. Уверен в том, что в ближайшее время на настроение трейдеров повлияет еще и факт, уже анонсировано, меры экономического стимулирования со стороны Банка Англии. Вы помните, что в четверг, точнее, в среду Банк Англии принял решение снизить норму обязательного резервирования для коммерческих банков с 0.5 до 0%. Сейчас уже трактуется подобное решение, как первая ласточка еще более агрессивных и радикальных мер. И самое важное, чтобы связать ситуацию и действия Банка Англии с возможными решениями со стороны Европейского Центрального Банка, здесь можно ожидать точно таких же действий, поскольку еврозона, в принципе, второй ключевой игрок главного новостного фона развала Европейского Союза. Поэтому ждем, когда эти стимулы проявят себя. Я думаю, что если Банк Англии все-таки поторопится с снижением процентной ставки, тогда мы сможем смело переключаться на действия ЕЦБ, которые будут носить похожий характер. Экономический стимул, монетарный подход для поддержки экономического роста – это негативный фактор через нетрадиционные способы стимулирования для национальной валюты. И, соответственно, мы продолжаем отталкиваться от этого фундамента как от основной причины и основного фундамента, указывающего на то, что евро нужно распродавать. Ближайшая цель – 1.10. Если еще и американская статистика, вот сегодня и DP, а завтра и non-farm payrolls не подведет, тогда 1.10 мы сможем закрыть уже до конца этих пяти торговых дней. Далее идем. Фунт против американца. Актуальные котировки 1.29.74. Если посмотреть на вчерашнюю торговую сессию, азиатскую стоит отдельно выделить, поскольку беспрецедентное ослабление. Фунт фактически против доллара лишился около 200 пунктов и пробился к поддержке 1.27.94. Но потом в игру вступили факторы восстановления актива, может быть, после чрезмерной распродажи. Вполне возможно, фундамент как такового серьезного для поддержки нет. И это только доказывает тот факт, что сейчас идет только техническая коррекция, за которую пойдет еще более глубокий экономический спад. Напоминаю то, что Банк Англии снизил требования к буферу капитала для КБ, для того, чтобы те, получив дополнительные средства для кредитования, начали подстегивать к росту рынок кредитования и стимулировать экономическое восстановление. Особенно на фоне тех рисков, которые сейчас обсуждаются на финансовых площадках. По мере того, что Банк Англии снизил нормы резервирования, стало ясно, что Банк Англии уже стопроцентно готов к радикальному подходу через снижение процентной ставки. И вы помните, что буквально в начале недели я допускал то, что ставку могут снизить в августе первый раз, либо на 0,5%, либо сначала на 0,25%. И, соответственно, похожие инструменты и меры будут использованы позже, в сентябре, в октябре. Сейчас я, пожалуй, изменю ожидания и хочу, чтобы вы также не пропустили их мимо ушей. Эти ожидания связаны с тем, что следующее заседание Банк Англии состоится на следующей неделе. И как раз я допускаю, что уже на следующей торговой пятидневке есть возможность того, чтобы Банк Англии снизил ставку хотя бы на 0,25%. Если это произойдет, давление на фунт будет усилено многократно. И фунт очень быстро снова пробьется ниже поддержки 1,29-1,28 и, возможно, даже будет претендовать на уход в район 1,25. Да, вряд ли это произойдет за такой короткий промежуток времени, но снижение процентной ставки – это очень серьезный импульс. Есть катализатор полноценный для фунта, который не пройдет незамеченным. На рост я сейчас рекомендую не обращать внимания фунта и уж тем более не ставить на дальнейшее восстановление этого актива против доллара. Ищите уровни для продажи. Моя рекомендация даже текущие. Значения весьма неплохие для занятия коротких сделок по фунту против доллара. И британец может оказаться в олдсайдерах против практически всех конкурентов, которые представлены в спектре финансовых активов рынка Форекса. Сегодня выйдут данные по промышленному производству. Честно сказать, по времени вроде бы как в 11.30, но обычно у нас на статистика по Англии именно в это время и выходит. Стоит ли обратить внимание на промышленность? Ну, наверное, вряд ли, поскольку мы уже получили явный сигнал слабости по индексам активности промышленности в строительстве и в сфере услуг. Этого нам достаточно, чтобы ориентироваться на очень слабые темпы прироста экономического. Поэтому промышленное производство точно не разбавит этот негатив. А вот усилить напротив может. Поэтому давайте посмотрим за отчетом. Тем более, что он впереди у нас самый ближайший по времени через, по сути, полтора, через час сорок пять. Ждем статистику и ищем дополнительного повода для распродажа фунта. Далее идем. Доллар японская иена. Мы видели вчера, как пара претендовала даже на пробой поддержки 100 иен за доллар. Как только USD иен оказалась в непосредственной близости от этого уровня, там 120 было значение, на рынке снова появились слухи о том, что японская иена остается на пороховом. О заряде решительности Банка Японии, который готов проявить, вмешаться в ситуацию, задействовать валютные интервенции и тем самым ослабить курс национальной валюты. Потому что дорогая иена, и уж тем более иена, которая по котировкам против доллара будет торговаться на отметке ниже 100, явно им не нужна. Участники рынка предпочли не игнорировать этот фон, поэтому с отметки 120 мы увидели резкое восстановление пары. После этого еще американцы поддержал макроэкономический фон, в частности, индекс делуактивности по версии АСМ. Сильная статистика, прирост довольно-таки очевидный, в частности, индикатор вырос до 56,5 с 52,9. Явное подтверждение того, что американская экономика восстанавливается. Да мы, собственно, уже рассчитывали на то, что второй квартал будет очень удачным. Ну и главным событием дня стали протоколы заседания ФРС. Как всегда, мы ожидали от них многого, серьезной волатильности, движения, но этого не случилось. Возможно, рынки сейчас... Может быть, рынки не получили и не услышали того, что хотели услышать. А может быть, сейчас очень рискованно торговать по американцу, особенно в преддверии, опять же, столь важных макроэкономических отчетов, которые впереди. Что касается протоколов, что интересного было сказано? Сказано было то, что на текущий момент лучше дождаться как раз статистики по рынку труда, проанализировать возможное влияние Брекзита на американскую экономику и только после этого задуматься о дальнейшем повышении ставок. И в целом большинством голосующих членов была озвучена позиция того, что нужно сейчас и дальше констатировать прогресс на рынке труда по показателям индекса потребительских цен. И если этот прогресс проявит себя, то, соответственно, повышение ставок будет уместным до конца этого года. Уместным! Вот это как раз ключевое слово, которое лично я хотел услышать, поскольку я не сомневаюсь в том, что американская статистика продолжит радовать трейдеров и убеждать голосующих членов за то, что экономика США готова к этой нормализации денежно-кредитной политики. Сегодня EDP в 15.15 по московскому времени по прогнозу ожидается, что прирост новых рабочих мест составит 159 тысяч. Хороший результат, тем более, что даже по версии ФРС количество новых рабочих мест свыше 100 тысяч, даже 100 тысяч. Это уже достаточно, чтобы снижался уровень безработицы и сектор восстанавливался. Но я думаю, что есть даже предположения, предпосылки для того, чтобы количество новых рабочих мест было еще больше. Ну и важнее всего станет отчет, конечно же, для нас, как для тех трейдеров, которые следят за американцем, по Non-Farm Perls. Это чуть позже на этой неделе, то есть уже завтра. И я думаю, что нулевая вероятность того, что мы повторим статистику прошлого релиза, когда, вы помните, число новых рабочих мест составило всего лишь 37 тысяч. И учитывая то, что мы уже пришли к выводу, что на эту статистику повлияла забастовка в Аризон, которая уже давно озакончена, я думаю, что как минимум мы увидим прирост в 120-140 тысяч новых рабочих мест, что в целом может поддержать доллара. И продолжим следить также за индикатором заработных плат, который, может быть, является более определяющим. Поэтому по доллару есть ожидание того, что ФРС все-таки анонсирует это решение до конца этого года. Значит, нет оснований сейчас списывать со счетов трейдинг через длинные сделки по американцу. И я возвращаю вас к идее того, что доллар японская иена будет стремиться в район 105 иен против американца. И чем ближе пара подберется к отметке 100, тем, скажем, больше потенциала прибыли можно будет извлечь из этой сделки. Сегодня утром состоялось выступление председателя Банка Японии Курады, который в очередной раз отметил то, что количественное и качественное стимулирование будет продолжаться до тех пор, пока инфляция не достигнется любого значения. Правда, про валютную интервенцию ничего сказано не было, но я думаю, что Банк Японии уже ничего не будет говорить, а просто возьмет и сделает, как это сделал две недели назад Национальный Банк Швейцарии. Вы должны быть к этому готовы и должны быть готовы к тому, что пара USD иена может очень быстро прибавить не меньше двух фигур и оказаться выше 102 иен против доллара. Еще хочу отметить пару USD, поскольку вчера вышли данные по экспорту, импорту, по торговому балансу. И здесь плохой отчет, который указывает на то, что дефицит торгового баланса сейчас находится на отметке 3,28 миллиардов канадских долларов. Это исторический максимум. Вот как раз еще один негатив, который вкупе с ожиданием более слабых темпов роста по ОВП, вкупе с ожиданием возвращения нефтекоррекции, будет выступать сигналом того, чтобы пара USD-CAD снова быстренько вернулась к сопротивлению 1,30 и пошла на следующий уровень 1,32. Из других валютных пар ничего интересного за прошлую торговую сессию не произошло. В принципе, рыночные настроения были доминирующим триггером для динамики активов. Австралийца снова вернулся в район 0,75, новозеландская валюта оказалась выше 0,71.50. USD-CAD особо сильно не изменился 0,9748, а вот что касается USD-CAD мы снова оказались ниже 1,30, актуальные котировки 1,2958. Из важных событий сегодняшнего дня, как я уже отметил, в 15.15 статистика по рынку труда ADP и в 18.00 запасы нефти в США. Кодовое слово на сегодня – паритет, величина бонуса 16%. Действует он до следующего брифинга, который состоится завтра утром в 9.30 по московскому времени. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, вы можете оставлять их на нашем форуме Амаркетса в аналитическом разделе, либо использовать канал на YouTube. Не забывайте также подписываться на него, оставлять комментарии и, безусловно, оставить лайки. Большое спасибо за внимание, удачной торговой сессии и, конечно же, попутного тренда. Всего доброго, до свидания.